За все время, наверное, работы в органах мероприятия, во всяком случае, 30 лет такого, так сказать, Благовещенского, нас не видел. Девочка 2004 года, у нее имелись телесные повреждения. Она пришла к бабушке, но бабушка, естественно, повезла ее вот сюда, в детскую областную больницу. Там на ней зафиксировали телесные повреждения. Девочка объяснила, что эти телесные повреждения ей нанес мальчик. Она пояснила, что ее избил мальчик, 8 лет, называла его фамилию. Такой мальчик был найден. Естественно, он с родителями был доставлен на ОМ. Также эта девочка была на ОМ, ее подруга, которая тоже утверждала, что подружку избил мальчик. Ребенок есть ребенок, и возраст такой. Она начала путаться, она потом начала отрицать, потом посмотрела на него, сказала, что это не он. Значит, мать потерпевшей звонит, что она рассказала, что это сделал дядя, проживающий там-то, на втором этаже. Дядю этого привезли сотрудники наши. Дядя, естественно, выдвинул алиби, очень плотно рассказал свой график, где он был. После, будем говорить, определенной беседы с ним он был отпущен сотрудниками. На следующий день наши сотрудники отрабатывали территорию, установили свидетелей, который четко опознал этого дядю, который заходил на шиномонтаж на одну из организаций. Я не могу говорить, куда, пока это тайна следствия. В одной из организаций с двумя девочками пил воду. Вот тогда уже, естественно, будем говорить, эти показания начали подкрепляться. Было принято решение его, так сказать, задерживать. После того, когда они поднимались на адрес, естественно, там граждане видели, начали события развиваться следующим образом. Что, как бы, подогретые люди решили отомстить педофилу. Естественно, со слов родителей они знали, в чем его обвиняют. Район такой специфичный, все друг друга знают. Ну и преградили нашим сотрудникам подъезд. Никаких мыслей там разгонять толпы у нас и не было. Наша задача была забрать подозреваемое и, так сказать, увезти его в городское управление. Мы благодарны гражданам, что они проявили благоразумие, не пошли на, будем говорить, на серьезные, грубые меры. И после, будем говорить, продолжительных разговоров, переговоров с ними, наверное, общения, все-таки удалось их убедить разойтись.